Здравствуйте, добрый вечер. В эфире программа «Револьвер» на Финам.ФМ. Сегодня вести ее буду я. Зовут меня Игорь Барстас. Я директор Международного института государственной службы и управления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации. Вот такое длинное название Академии. Ну, мы назовем ее просто Академия при Президенте Российской Федерации. И поэтому, как ведущий этой программы, я не мог пропустить декабрьское событие, которое ждет нас через 10 дней, 20-летие принятия действующей Конституции Российской Федерации. Я очень рад, что сегодня поговорить на эту тему, подискутировать, пообщаться. Со мной согласились два замечательных, интересных человека. Сергей Юрьевич Фабричный, депутат Государственной Думы Российской Федерации, доктор юридических наук, мой коллега по испруденции, председатель Новгородской областной думы в 2008-2011 годах и известный российский политолог и журналист Павел Вячеславович Светенков. Добрый вечер, Сергей Юрьевич. Добрый вечер. Здравствуйте, Павел Вячеславович. Добрый вечер. Ну, прежде всего, к вам. Как вы считаете, был ли ошибочный мой выбор темы, или все-таки мы будем говорить не столько с вами о юбилее, о 20-летии, сколько о роли Конституции, о ее значении в нашей жизни и о перспективах развития нашего конституционного строя? Ну, честно говоря, я не думаю, что выбор ошибочный, потому что слухи о том, что Конституцию будут менять, ходят, во-первых. И были даже слухи о том, что будущее послание президента может быть посвящено этой теме. Это во-первых. А во-вторых, изменения в Конституцию уже идут, потому что на рассмотрении в Федеральном собрании только что был закон об объединении Верховного суда и Высшего арбитражного суда, а также о том, что президент будет теперь назначать прокуроров регионов. То есть поправки в Конституцию уже принимаются, и в этой связи дискуссия о том, как же все-таки она должна выглядеть в идеале, как наша Конституция должна выглядеть с точки зрения национальных интересов страны, этот спор, он вполне осмысленен. Сергей Юрьевич, мне бы хотелось все-таки ваше мнение и как коллегу юриста, и как доктора наук, и как депутата Государственной Думы. Действительно ли значение Конституции, вот ее актуальность как тем, сводится к тем поправкам, которые мы вносим, или к юбилею? Что для вас наша Конституция? Вы знаете, и то, и другое. Я бы предложил вообще на этот вопрос посмотреть несколько шире. Очень хорошо, что мы стали говорить о Конституции, поскольку это один из символов нашей страны, нашего государства, наряду с гербом, флагом, гимном. И по большому счету сегодняшняя Конституция Российской Федерации это документ, который позволил в 1993 году, в период очень непростых взаимоотношений между властью, законодательной и исполнительной, предложить и правым, и левым, и центристам, и радикалам платформу из идей, принципов, которые по сути помогли собрать наше российское государство и показать направление, по которому наша страна будет двигаться. И вот разговоры, которые в течение всего года идут о 20-летии Конституции на самых разных площадках, с моей точки зрения, это дань должного уважения к тому документу, который был гражданами нашей страны, принят на референдуме в 1993 году. Спасибо. Я надеюсь, что к нам будут подключаться наши слушатели. Телефон студии радиостанции Финам-ФМ 651099,6, код города 495, а также вы можете писать на сайт Финам-ФМ на страничку программы «Револьвер». Ну и для того, чтобы действительно дополнить вот такое понимание Конституции, я хотел бы привести слова известного человека, авторитета, если угодно, по крайней мере для интеллигенции, Михаила Михайловича Жванецкого, который писал в свое время. «Самое острое, что я слышал, это чтение нашей Конституции по радио. Страшно будоражит и делает человека. Это сильнее Чехова и Достоевского. Это не то, с чего можно брать пример, это можно потребовать для себя. К тому, что в Библии надо стремиться, очищаться, улучшаться, и вы всегда в начале пути, когда бы вы ни открыли и в каком бы месте. Для Библии вы должны измениться, для Конституции нет». Действительно, Конституция, я не сравниваю с Библией, но если угодно, это не просто основной закон государства, это некий образ жизни, это некий вызов нашей стране, который, мне кажется, мы сделали сами себе 20 лет назад. И когда мы сегодня говорим о том, что все ее положения являются действительными, что в ней много деклараций, но, наверное, это обусловлено тем, что мы задали себе некую планку, к которой должны стремиться. И вот сейчас, когда мы будем отвечать 20 лет основного закона, мне кажется, что это срок достаточный, чтобы понять свои достижения, оценить, возможно, свои плюсы, увидеть некие свои ошибки. Вот и все-таки при всей критичной настрое, и при том, что мы любим критиковать себя и законодательство, но, мне кажется, Конституция Российской Федерации объективно способствовала выходу из глубочайшего кризиса 1493 года, когда мы стояли просто перед выбором пути своего развития. Если угодно, вот тогда мы 20 лет назад отвечали на вопрос, если помните, есть замечательная героиня в чудовоенном фильме «Подкидыш». Девочка, ты что хочешь, на дачу, или чтобы тебе голову оторвали? Мне кажется, наш народ отвечал на вопрос, аналогичный по содержанию. И тогда мы выбрали, если угодно, поездку на дачу, некое светлое будущее, нежели кризис, нежели противостояние. И все-таки, действительно, давайте посмотрим на стабилизирующую роль Конституции. Как вы думаете, удалось ли Конституции за 20 лет выполнить эту функцию стабилизатора государства? Честно говоря, Конституции в полной мере, конечно, функцию стабилизатора выполнить не удалось, потому что, что удалось сделать, вот если оглянуться в историю? Шел процесс, аналогичный совершенно процессу подписания союзного договора в Советском Союзе, в Российской Федерации тогдашней, то есть был подписан так называемый федеративный договор, который составлял, если мне память не изменяет, три разных документа между субъектами Российской Федерации разного ранга, что, в общем-то, создавало возможность для развала Российской Федерации по модели Советского Союза. И это активно обсуждалось. В те годы создавались республики, например, не только на этнической основе, например, была Уральская республика, в какой-то момент провозглашена. То есть было понятно, что Российская Федерация сыплется. И Ельцин, пойдя на тот достаточно тяжелый конфликт, конфликт на уровне гражданской войны со съездом народных депутатов, и приняв все-таки эту Конституцию, он этот процесс остановил, потому что он фактически преобразовал Российскую Федерацию из федерации договорной, в которую она в тот момент превращалась, в так называемую Конституционную, как вы знаете. То есть Конституция, она выше у нас по рангу, чем федеративный договор, и федеративный договор, согласно Конституции, действует только в той мере, в какой он Конституции не противоречит. Тем самым процесс полураспада Российской Федерации был приостановлен, и хотя, в общем-то, та конструкция Конституции, которая сейчас имеется с так называемой моделью асимметричной Федерации, то есть когда разные регионы имеют разные полномочия, она, в принципе, сохраняет возможности для кризиса, тем не менее, кризис острый, кризис, грозивший почти мгновенным распадом в 90-е годы, он все-таки благодаря этой Конституции был преодолен. Хотя, конечно, у нее есть очень большие недостатки, связанные, прежде всего, с чрезмерно значительной властью, которая сосредоточена в руках президента. Спасибо. Возможно развитие этой темы. У нас сейчас Магомед на линии. Магомед, добрый вечер. Добрый вечер. Хотел бы сказать по поводу Конституции. Конституции, мнение. Мы, грубо говоря, мне тогда исполнилось 18 лет, 20 лет назад, когда Конституцию принимали, это был первый референдум, в котором я участвовал. И учитывалось, мне сказать, номинально мое мнение. И в связи с этим возникает вопрос, почему сейчас наши господа депутаты, да и не только, имеют, скажем так, наглость за Конституцию, которую принимала вся страна, менять под себя. Но прежде чем... Я, то есть, ни с кем. Но прежде чем Сергей Юрьевич объяснит вам второй раздел Конституции, где речь идет о порядках внесения в него изменений и дополнений, Магомед, если позвольте, вопрос к вам. Вот вы, когда голосовали на референдуме, вы предварительно текст Конституции читали? Как ни странно, да. Я был молодым человеком, достаточно увлекающимся чтением, интересующимся тем, что происходило в стране и в мире, поэтому я ее читал. Были вещи, с которыми я не был согласен, но в целом, это, скажем так, не самая худшая была Конституция. Нет, это самая лучшая Конституция, это все на нашей стране. Но скажите, и все-таки, почему проголосовали за, если со многим были не согласны? Нет, не то, что со мной где не было. Были определенные вещи, с которыми я не был согласен, но, скажем так, это были не настолько существенные вещи, чтобы голосовать против. Вот, и тут сейчас намечается такая нехорошая тенденция, что кому-то в голову там что-то взбрело, Конституцию поменяли. Там господи Медзеулина или там еще кому-то в голову взбрело, и презумпция невиновности закрепленная в Конституции там за некоторыми частями нашего населения просто отменили. Ну, чего не было, того не было, но спасибо, что вы прочитали Конституцию 20 лет назад. Я бы, к чему задал вопрос? Все дело в том, что я истинно считаю, что когда мы голосовали 20 лет назад, мы заголосовали не за сам текст как таковой, не за буквы и последовательность статей, мы голосовали за ту идею, которую она нам предлагала. И я попрошу Сергея Юрьевича, скажите, в чем для вас эта идея? и ответьте все-таки на вопрос, почему вы имеете, я кавычу, наглость, как депутаты, правда, основываясь на Конституции, ее менять? Интересный вопрос. Магомеду спасибо за этот вопрос. Я сразу хочу успокоить его и других радиослушателей в том, что глава 2 нашей Конституции права и свободы человека и гражданина остается неизменной. И изменить ее только через, скажем так, мнение и желание депутатов, как сказал Магомед, это просто невозможно. Это главы 1, 2 и 9, которые изменяются особым порядком через Конституционное собрание. Те изменения, которые были внесены в Конституцию, они по большому счету, как мне представляется, не несут большой экономической, социальной нагрузки, не затрагивают, как я уже сказал, права и свободы человека и гражданина. Я напомню, был увеличен срок президентства, срок президента, срок помощи президента нашей страны с 4 до 6 лет, был увеличен срок полномочий Государственной Думы с 4 до 5 лет. Далее было введено положение, согласно которому правительство Российской Федерации ежегодно отчитывается перед Нижней Палатой, перед Государственной Думой. И сейчас те поправки, которые обсуждаются, по большому счету, они сводятся к, скажем так, к упразднению Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, формированию судебной системы, в рамках которой Верховный Суд Российской Федерации, выводится за рамки судов общей юрисдикции и становится органом, который будет надзорным и органом, формирующим общие правила правоприменения для судов общей юрисдикции и для Арбитражного Суда. Вот те поправки, которые были приняты, которые были внесены в Конституцию и те поправки, которые сейчас обсуждаются. То есть, Павел, Вы как считаете, вот действительно эти поправки не изменили материю Конституции? Да, были изменены сроки, вот внесены некие институциональные преобразования, но изменился ли дух и материя Конституции? Вы имеете в виду те поправки, которые уже действуют или которые только сейчас принимают? Ну, давайте поговорим о тех и о тех, только коротко. О чем говорила Сергей Юрьевич? Ну, понимаете, формально они, конечно, не очень меняют нашу Конституцию, потому что Конституция у нас так называемая сверхпрезидентская. То есть, вся власть сосредоточена в руках президента и по мнению многих наших конституционных юристов президент стоит как бы над разделением властей, он стоит выше нашей законодательно-исполнительной судебной власти, является своего рода выборным монархом. И в данном случае те поправки, которые вносились в Конституцию, они просто усиливали эту его функцию, то есть у него срок полномочий вместо четырех был четыре года, стал шесть. Раньше прокуроров назначал генеральный прокурор, в соответствии с новыми поправками в Конституцию прокуроров будет назначать президент по предложению генерального прокурора. То есть, в общем-то, всерьез, всерьез эти поправки, ту конструкцию Конституции, которая была заложена в девяносто третьем году, они не меняют. Президент по-прежнему остается своего рода стержневым институтом нашей государственной системы. И в данном случае его полномочия просто расширяются, но они и так всегда были очень широки. Спасибо. У нас на линии Андрей. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Вот, с моей точки зрения, как бы, скажем так, слабость, если можно так выразиться, этой Конституции, ну, понятно, в каких условиях она принималась. Меня не устраивает два положения принципиальных, которые, в общем, свидетельствуют о частичном, о частичном, скажем так, суверенитете, неполном суверенитете в нашей стране. это превалирование международных законов над российскими и независимый статус Центробанка. Эти два института ключевые. Они позволяют полностью быть Российской Федерацией суверенитетом. Ну, о несогласии с вашим утверждением и ответ на вопрос вы получите уже после рекламной паузы. Спасибо. Добрый вечер. В эфире программа Револьвер на Финал МФМ. Телефон студии 65 10 99 и 6 код города 495. Я Игорь Барсов и мои коллеги, мои друзья Павел Вячеславович Светенков, политолог, журналист и депутат Государственной Думы Сергеевич Фабричный рассуждаем о Конституции, думаем о ее достоинствах, переживаем вместе со слушателями о возможных недочетах. Хотя говорить о конституционных недочетах всегда очень трудно, тем более для этого все-таки нужно для того, чтобы ответить предыдущему нашему звонившему слушателю, я хотел бы все-таки его немножко успокоить. Конституция не закрепляет вот тех опасных вещей, о которых он здесь нам поведал. Что касается части 4 статьи 15, то она лишь закрепляет то, что общепризнанные принципы и нормы международного права, международный договор Российской Федерации является основной частью нашей правовой системы. Но делается все в соответствии с нашим законодательством через процедуру ратификации, выполняя все требования, которые существуют. Ну и совсем успокоить слушателя, то, что касается примата международного права, он не распространяется на саму Конституцию. Конституция Российской Федерации даже в этой ситуации обладает неприкасаемым верховным авторитетом. Более того, для Конституционного Суда Российской Федерации у нас может рассмотреть соответствие или несоответствие заключенного Российской Федерации международного договора на предмет выполнения всех положений Конституции. Так что, надеюсь, здесь мы можем спать, что называется, спокойно за наш суверенитет и наше Конституционное устройство. Что касается Центрального банка, вопрос намного сложнее, но и здесь я все-таки защищу Конституцию в качестве такого адвоката сегодня ее. Мы можем сказать о том, что здесь скорее виноват закон о Центральном банке 2002 года в редакции 2013-го, в котором есть определенные недочеты. Но, что касается Конституционного устройства, опять-таки, вряд ли здесь идут какие-то вопросы к самому тексту основного закона. Не знаю, успокоили мы предыдущего звонившего, но у нас на связи Илья. Илья, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Спасибо за интересную тему, которую подняли. Тема немножко необычная. Почему? Вообще-то, мне кажется, я боялся, что тема будет очень обычная. Сейчас нет ни вуза, ни университета, ни научного центра, где не прошла бы конференция, посвященная 20-летию Конституции. Ну, вы знаете, как бы как-то не принято у нас сейчас такими глобальными вещами заниматься. У нас принято более мелкими вещами. А вот у меня, если можно, я вывожу свое мнение, а потом задам вашим уважаемым гостям вопрос. А мнение мое такое, что я согласен с одним из звонивших, сказал, что действительно изменение Конституции принимали на референдуме. То есть за нее высказался народ. Читали, не читали, это не важно. Но то, что вносятся поправки Конституции под себя, когда увеличивается, а я, например, не согласен. Почему меня не спросили как гражданина? Почему вносятся какие-то поправки без выноса? Я понимаю, что это заложено в самой Конституции, но, может быть, не было бы пойти навстречу, как бы, властям пойти навстречу к референдуму по отдельным статьям. Почему не внести вот какой-то такой акт о том, что любой изменение Конституции требует референдума? По-моему, это было бы честно. Это вот мое мнение. А вопрос я хотел задать вашим гостям касаемо статьи 31, по-моему, если память не изменяет, вот, свободы слова собраний. Насколько действия властей все-таки, вот если честно, не взирая на фракции, не взирая на, вот, с точки зрения Конституции, насколько сейчас выполняется эта статья? Спасибо. Кто начнет? Сергей Юрьевич, пожалуйста. Статья разована совершенно верно. Статья 31. Граждане Российской Федерации могут собираться мирно, без оружия и так далее. и так далее. Знаете, я бы увязывал эту статью 31 с другим конституционным положением, согласно которому мои личные права и свободы, как человека и гражданина, не могут ущемлять права, свободы и интересы других лиц. Вот наша, ваша субъективная, субъектная свобода заканчивается там, где начинается ущемление интересов других лиц. Если вы претендуете на проведение митингов других массовых мероприятий, вы должны в первую очередь, с моей точки зрения, подумать о том, чтобы проведение этих массовых мероприятий не носило ущерба интересам людям, которые вольно или невольно могут оказаться в зоне действия этого митинга. Поэтому здесь вот я бы с таким дополнением эту статью прокомментировал. Спасибо. Павел Вячеславович, что вы скажете о статье 31, где граждане имеют право, как вот наш коллега отметил, мирно, без оружия проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и даже пикетирования? Ну, честно говоря, понятно, что эта статья носит во многом декларативный характер, потому что с шествиями и пикетированиями у нас существуют, как известно, определенные проблемы. Но это вообще проблемы самой Конституции, что многие ее положения, хотя теоретически они имеют прямое действие, на самом деле в реальности их реализация достаточно затруднена. И, конечно, это проблема не только данной конкретной статьи, но и многих других. А в чем проблема? Я не ощущаю от того, что у нас мало пикетов, шествия или митингов. У меня такое ощущение, что они чуть не ежедневные. Понимаете, они же у нас в разрешительном порядке, то есть надо получать в заявительном. В заявительном. В заявительном. Ну, конечно, в уведомительном. А давайте так, вот сейчас я заявляю, что я хотел бы перекрыть Ленинский проспект и пройтись по нему вот сегодня вечерком. Ну, минуточку, вы же, если вы в единственном числе это заявляете. Не, ну, у меня еще, знаете, флешмоб соберет группа, группа поддержки. Не, ну почему? В большинстве стран это просто делается на основании заявления. Естественно, это делается в большинстве случаев так, чтобы это не мешало, грубо говоря, городским коммуникациям, не мешало прочим гражданам, потому что кроме участников манифестации, естественно, есть те, кто не участвует и едут по своим делам, поэтому нельзя там вдруг перекрыть площадь. Но если демонстрация серьезная, если ее организуют серьезные общественные силы, то могут и центральную улицу ради нее перекрыть. Это совершенно нормально, потому что свобода слова, свобода самовыражения, она на самом деле выше простых удобств. Понимаете? То есть люди имеют право обращаться к правительству со своими нужными, со своими требованиями. И это абсолютно нормально, запрещать это как раз неестественно. Мне тоже хочется жить в удобной стране, Сергей Ильич. Ну и в данном случае нам из этого мы еще должны говорить о том, что Конституция Российской Федерации это не инструкция по применению на все случаи жизни. Для этого существуют федеральные конституционные законы, федеральные законы, разветвленная система действующего законодательства, потому что вот сделать из Конституции лоскутное одеяло, которое меняется один раз в два, в три, в четыре года, пусть даже на референдуме, вот то, о чем говорил Илья, с моей точки зрения, это путь к саморазрушению Конституции. Одно из достоинств нашего основного закона, на мой взгляд, заключается в том, что за 20 лет своего существования, своей работы этот основной закон претерпел минимальные изменения. Вы знаете, я абсолютно сторонник лозунга «руки прочь от Конституции». Это, правда, лозунг возник еще в 19 веке, не к Советской России применялся, это лозунг Гледстоуна, когда речь шла, изучал так, «руки прочь от Боснии и Герцоговины», вообще-то изначально, потом уже была Советская Россия. Готов подписаться под лозунгом «руки прочь от Конституции», потому что уверен, что в государстве, в жизни должно быть что-то стабильное, должна быть некая основа, которая не меняется. В данном случае юридическая, правовая, законодательная основа. И, действительно, я сторонник неизменности текстов Конституции, потому что зачастую относимся мы к ней и как символу, и как основному закону. Но, если позволите, главное отличие этой Конституции от предыдущих, что она стала действующим правом. Я их еще очень хорошо помню, когда учился на юридическом факультете Ростовского университета, но было неприлично в ходе каких-то даже деловых игр, и симуляций процессов, ссылаться на текст Конституции. Ну, считалось, что Тескай Иисус СССР как священная корова, и даже не корова, и даже не священная, но не действующий нормативный правовой акт. И для меня достаточно позитивным явлением является то, что сегодня мы обращаемся к Конституции как к некому действующему праву. Мы можем использовать его при обосновании неких своих действий, посылов, требований. И сам факт, что мы обсуждаем Конституцию именно в таком правоприменительном контексте, мне кажется, очень большой ее плюс. Дело в том, что согласно учению советских правоведов, советская Конституция прямого действия, как известно, не имела, а ее положения должны были быть разъяснены, если так можно выразиться, в соответствующих законах. А нынешняя Конституция имеет прямое действие, это действительно ее важное преимущество. Другое дело, исполняется ли она на практике, потому что, конечно, очень много недостатков в этой Конституции. Потому что, ну, смотрите, по сравнению с Конституцией 78-х... Я тут, видно, нахмурился, потому и Павел Ишлавович решил мне обосновать. Я не люблю слова. Недочеты, пробелы, недостатки в Конституции это очень сложное заявление. Без не почему. Вот есть и я, и многие коллеги считают, что Конституция выражения воли народа и говорить о пробелах, недочетах воли народа просто недопустимо. Ну, понимаете, все-таки первый пробел заключается в том, что обычно Конституции принимаются европейский способ учредительным собранием или американский способ это конвентом. Разница в том, что учредительное собрание имеет всю полноту власти, а конвент имеет полномочия только Конституцию принять, а править он власти не имеет. У нас Конституция фактически была сразу вынесена на референдумы президентом Ельцином. То есть она носила характер, есть такое понятие, вы прекрасно знаете, актраированной, вот как вот абсолютный монарх дарует Конституцию своей волей, фактически то же самое сделал Борис Ельцин. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в том, что по сравнению с Конституцией 78-го года, где в преамбуле, например, учитывалась роль русского народа в строительстве государственности, в этой Конституции русский народ исчез, и это сейчас очень большая проблема, потому что как бы огромный народ повис в воздухе, и его отношения с государством непонятны. Третья проблема, это огромная власть президента, конечно, которая не свойственна европейским Конституциям или демократическим Конституциям других западных стран. Четвертая проблема, неравновесие субъектов федерации, разные у них права, так называемые асимметричные федерации. То есть, проблема есть, совершенствовать можно. Ну, не согласен, что русский народ в Конституции повис в воздухе, но мне бы не хотелось, чтобы Алексей долго висел на линии. Алексей, добрый вечер. Мне бы хотелось сказать, что Конституция у нас хорошая и задумана хорошо, и проблема наша не в Конституции. На этом мы закончим эфир. А в чем проблема? Алло. Алексей, это, наверное, я виноват, что я положил закончить эфир. Алексей, если вы окажетесь на связи, мы будем рады услышать. Но спасибо вам за такое позитивное мнение. Я попрошу пока настроить с вами связь. И запустить для обсуждения некий другой тезис. Алексей, на связи? Да, я хотел... Добрый вечер. Да, извините. Конституция у нас действительно закон прямого действия. И проблема наша именно в том, что парламентарии наши или кто там они принимают законы, которые противоречат Конституции, а потом говорят, что законы это важнее, чем Конституция. Вот протяженные начинают разъяснять, что проводить митинги. Есть федеральные законы, которые регулируют. У нас это Конституция регулирует. И законы должны подчиняться Конституции, а не подгонять мнение о Конституции под законы, ну, принимаемые. Алексей, позвольте вопрос. А вы сторонник такого четко правового порядка? Конечно. Конечно. Проблема в том, что именно что законы, они вот что дышу, куда повернешь, туда и вышу. Поэтому для одних они положительны, для других отрицательны, они должны быть единообразны для любого человека. Поэтому, Алексей, я надеюсь, что вы со мной согласитесь, что вопрос толкования Конституции, вернее, соответствия или несоответствия закона Конституции, это не наш с вами прерогатива. Для этого существует Конституционный суд Российской Федерации и находится он в городе-герое Санкт-Петербурге. И давайте договоримся, что до тех пор, пока Конституционным судом России, тот или иной закон не признан противоречившим Конституции, он является действующим правом и является соответствующим. Ну, надеюсь, что вот здесь со мной поспорит Павел Вячеславович. Ну, честно говоря, понятно, что роль Конституционного суда, она теоретически достаточно высока, но наш Конституционный суд, он возник раньше, чем нынешняя Конституция 1993 года и возник во главе с нынешним председателем Зорькиным. И Конституционный суд, конечно, пережил большой стресс в октябре 1993 года, когда Борис Ельцин приостановил его полномочия в ходе известных событий, в ходе фактического государственного переворота. И после этого, конечно, наш Конституционный суд сидит тише воды, ниже травы и восстанавливать его авторитет, наверное, придется очень долго. Это большая проблема, потому что формально Конституционный суд имеет очень большую власть, он имеет право толковать Конституцию, его решение обязательное, это решение в последней инстанции. И, например, в Америке Верховный суд, который также в свое время, кстати, присвоил себе право толковать Конституцию и обладает огромным авторитетом и по многим вопросам является последней инстанцией. Вот у нас, к сожалению, Конституционный суд он провисает, он слаб с точки зрения его позиции в реальной политической системе. Я считаю, что нужно, конечно, авторитет Конституционного суда восстанавливать. Что касается, если сказать, за Верховный суд Соединенных Штатов Америки, то на фронтоне там есть замечательная надпись. Я постараюсь ее сейчас вспомнить. Она звучит так. Решение Верховного суда мудры не потому, что окончательны. Нет, нет. Решение Верховного суда окончательны не потому, что мудры, а мудры, потому, что окончательны. То есть, вот в такой версии. Поэтому здесь, действительно, мы должны поддерживать наш Конституционный суд. Я бы не сказал, что его репутация сейчас как-то кем-то распаривается, потому что за те годы, которые Конституционный суд действует, мне кажется, он сделал очень много для развития Конституции как таковой. Не как текста, а как его наполнение реальным содержанием. Толкование очень хорошее. Я совершенно согласен. То есть, то, что Конституционный суд зачастую пишет очень умно и изощренно. Другое дело, что это все надо выполнять и нужно, чтобы люди знали эти постановления Конституционного. Сергей Юрьевич, пожалуйста. И отвечая на вопрос Алексея, я отмечу, что депутаты Государственной Думы не принимают ни одного федерального закона без соответствующих заключений. Либо правительство, если речь идет о финансах, налогах и так далее. Либо заключение Верховного суда, высшего арбитражного суда до последнего времени, если речь идет о законопроектах, которые находятся в сфере их юрисдикции. Сказать, что это, знаете, индивидуальное творчество, самостоятельное такое плавание тех людей, которые избраны в состав Государственной Думы, это было бы неверно. Вот своеобразная система сдержек и противовесов, которая существует между разными ветвями власти в нашей стране согласно содержанию Конституции Российской Федерации, она развертывается и в более таком близком рассмотрении, когда речь идет о правоприменительной деятельности того или иного органа и о законотворческой деятельности в том числе. Спасибо. Алексей у нас еще на линии? Ну, наверное, уже нет. Не знаю, мы убедили Алексея или нет. И если позволите, вот в развитии темы Конституционного суда Российской Федерации, я хотел бы спросить у Сергея Юрьевича. Вот в принципе, вот ваше мнение, изменения в законодательстве, которые вносятся, действительно, государство Думы давно существует, действительно, каким-то образом затрагивают основы Конституционного строя настолько, что вступают в противоречие? Лично я не могу припомнить такого случая. В данном случае нет. Если мы ведем речь о тех изменениях, которые будут рассматриваться сейчас, собственно, которые прошли уже и Государственную Думу, и Совет Федерации, сейчас поправки ушли на согласование с субъектами Российской Федерации, Высший арбитражный суд и прокуратура, это не основа Конституционного строя Российской Федерации, и здесь существует иной порядок, чем для изменения главы первой, второй, для главы второй и для главы девятой, совершенно верно. Поэтому я полагаю, что основываясь на подходе Алексея четко следовать правовому порядку, мы здесь вполне можем рассматривать, нравится нам или не нравятся те или иные изменения, критически их оценивать, но не поделегать их полное соответствие Конституции. Этот порядок был заложен при принятии Конституции на референдуме в декабре. Спасибо. И мы опять уходим на рекламу. Добрый вечер. В эфире программа «Револьверный финал.фм». Телефон студии 651099.6. Код Москвы пока не изменился 495. И у меня Игорь Абарцев в гостях Сергей Юрьевич Фабричный, депутат Государственной Думы, председатель Новгородской областной Думы в 2008-2011 годах и известный российский политолог и журналист Павел Вячеславович Светянков. Мы продолжаем размышления о конституционном устройстве, о судьбе Конституции, о ее роли в нашем обществе и можем несколько даже загадать желания, потому что у нас один Алексей был до рекламной паузы, а второй Алексей уже после. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рад слышать вашу передачу, поскольку я выпускник РАКС кафедра государственного строительства и права середины 90-х годов и в порядке реплик хотелось сказать, что один из курсов, который у нас считался «Логика и язык прави» изучался на основе Конституции и некоторые ее положения, так сказать, вызывают достаточно интересные ассоциации. Ну, например, согласно 83-й статье, к правом очень президента отнесено формирование администрации президента России. В то же время деятельность самой администрации не регулируется никаким нормативным правом актом, в отличие, например, от правительства, деятельность которого регулируется федеральным конституционным законом. Поэтому мы в администрации президента, по-моему, на сегодняшний день, может, я и ошибаюсь, ну, видим совершенно, так сказать, необычное образование административное, которое, так сказать, никоим образом, кроме как указаний президента, не регулируется. Хотя, так сказать, ее функции как администрации должны быть чисто вспомогательно обеспечивающие непосредственную деятельность президента. Ну, это мое сугубо личное такое мнение. Второй момент это наименование президента как гаранта конституции. До сих пор, по-моему, так сказать, юридическое сообщество неоднозначно относится к этому понятию и что оно в себя включает. Ну, есть разное толкование этого вопроса. Вот. Ну, а что касается Центробанка, о котором шла у нас речь, тоже долгие вопросы возникают. Кто же он у нас является государственным или негосударственным? Но если исходить из части второй статьи 75-й, то у нас защита и обеспечение устойчивости рубля эта функция Центробанка, которую он осуществляет, а дальше что-то идет в интересный момент, независимо от других органов государственной власти. Таким образом, исходя из формального принципа, можно, наверное, считать, что Центробанк все-таки государственное учреждение. Алексей, все-таки мнение очень интересное. Я искренне признателен вам, что вы прокомментируете только три положения возможных конституционных размышлений, а не все оставшиеся. Спасибо большое и на этом, что ограничились тремя, но я не думаю, что сейчас наша задача комментировать конкретный статус администрации или Центробанка, и тем более, я бы, что мы уйдем в такую консалтинговую работу, объяснять, что администрация является конституционным органом, как действительно в Конституции упомянута, но при этом этот орган обеспечивает деятельность главы государства. Что касается главы государства как гаранта Конституции, то вот здесь, я думаю, нам есть о чем поразмышлять. Павел. Честно говоря, тезис о том, что глава государства является гарантом Конституции, он встречается не только в Российской Конституции, скорее всего, он заимствован из Конституции Франции, где есть аналогичное положение. Если мне память не изменяет в Конституции Испании, где главой государства является король, также есть эта формулировка. Проблема заключается не в этом, а в том, как читают эту фразу, то есть, какие из него делают выводы. Борис Ельцин делал вывод очень простой, что в случае чего он может поступать как его душе угодно, ссылаясь на то, что он раз гарант Конституции, значит, он может в определенных обстоятельствах никакими законами себя не ограничить. Разумеется, это совершенно неправильный подход. То есть, проблемы заключаются не столько в этой фразе в Конституции, как таковой, сколько в слишком большом объеме полномочий, которые наш основной закон дает президенту и, соответственно, опасности произвола со ссылкой на эту конституционную формулу. Если, грубо говоря, поставить власть президента в определенные рамки, то в самих этих словах нет ничего страшного. Ну, я действительно не вижу ничего страшного в словах президента гарант Конституции. Сергей Вячеславович, ваше мнение. И потом, нам в данном случае нужно помнить те условия, в которых рождалась Конституция, наша Конституция 1993 года. Павел вспомнил Францию. Мы ведь помним, что Конституция Пятой Республики и Конституция Шарля-де-Голля 1958 года это своего рода порождение вот такого парламентского всесилия, что ли, когда один за другим правительственные кризисы шли, поражение, поражение Лалжири, Французской Республики и Шарль-де-Голль берет на себя, что называется, образы правления и прописывает себе в Конституции суперполномочия. Здесь ведь мы понимаем, что 1993 год и содержание Конституции с такими полномочиями президента это в том числе стремление уйти от сумасшедшего столкновения, которое было тогда в начале 90-х годов между властью исполнительной и властью законодательной. И президент, как глава государства, который стоит над и одной ветвью властью, и другой ветвью власти, по сути, действительно является гарантом того, чтобы собралась Конституция в нашей стране. Потому что, знаете, если вот вернуться так мысленно в те времена, я думаю, что никому из тех людей, кто звонит нам сюда в студию, кто занимался бизнесом в то время, кто занимался политикой, кто просто жил в те годы и помнит эти годы, не хотелось бы винтиться снова в начало 90-х годов. И если позволите, мы сравниваем с французскими конституционными актами, есть французская такая известная теория и автор Дю Верже, что Конституция, любая Конституция рисует достаточно широкие конституционные режимы. Она не задает именно очень узких рамок и практически различные политические режимы могут функционировать в одних и тех же конституционных рамках. По крайней мере, наш пример, мы вот в нашей даже уже 20-летней конституционной истории видели три различных президентских режима. По крайней мере, зачастую президентский режим объем полномочий, их реализация зависит от конкретной расстановки политических сил, от того, как складывается взаимоотношение с парламентом, с правительством, ну и не будем лукавить, в 90-е годы политический режим зависел вплоть до состояния здоровья главы государства, реальное его воздействие на общественные процессы. И мы также можем вспомнить позицию, допустим, венгерского юриста Андреа Шашая, который говорил о том, что создателями Конституции французской, американской и нашей Конституции 1993 года движет страх перед прошлым. И содержание Конституции 1993 года это как раз уход от вот развала, разлада конца 80-х, начала 90-х годов. Мы ведь о чем мы говорим, когда вспоминаем Конституцию Советского Союза, да, замечательный нормативный акт, но когда Конституция юридическая перестает быть Конституцией реальной, фактической, это начало Конституционного кризиса, это начало кризиса в экономике, в политике, во всех остальных сферах жизни. Спасибо большое. Если позволить, для затравки следующей, уже, наверное, заключительной части нашей дискуссии, я хочу привести два опроса, два мнения и две позиции. Одна из них это представление исследования Института социологии Российской Академии Наук, оно так и называется, о чем мечтают россияне. Не знаю, вряд ли мы будем довольны, обсуждая эти мечты, потому что отмечается существенный приоритет такого понятия, как справедливость, над понятием права. А термин конституция не упоминается в докладе ни одного раза. Термин права упоминается лишь один раз и то в контексте прав человека и равных прав для всех. То есть, когда Институт социологии, наш ведущий социологический институт провел следствие общественного мнения, он не увидел ни интереса к конституции, ни интереса к праву, по крайней мере, в мечтаниях россиян. Что очень жаль. И второй момент, это опрос уже годичной давности, вот не знаю, ждем следующего, наверное, уже кобилея будет, который проводил Всероссийский Центр изучения общественного мнения в ЦИОМ на знание конституции. Итак, итоги годичной давности. Посмотрим, можно будет сравнить, что произошло за этот год. 18% хорошо знают содержание конституции. Либо такие вот оптимисты, либо постеснялись, но вот пока так о себе заявили. 59% личный документ не читали, но имеют общее представление о его положениях. 22% не представляют себе содержание конституции. К чему я привел эти и тот и другой, далеко не радующие нас итоги научных изысканий. Дело в том, что я хотел бы последнюю часть посвятить обсуждению конституционного патриотизма. Такой вот теории, которая очень сильно набирает ход в Европе, родившаяся в Германии. И исходит эта теория из того, что граждан объединяют некие общие ценности, некие общие устои. Эти устои не носят этнического, национального характера, а не носят устои и ценности такого нового гражданского общества. И мне хотелось бы спросить у своих коллег, у Сергея Юрьевича, у Павла Вячеславовича. Есть ли какая-то надежда на утверждение идеи конституционного патриотизма в условиях, когда конституцию граждане не отметили среди своих приоритетов в мечтаниях и права, а 22% вообще о ней имеет никакого впечатления, 29% весьма поверхностное? Честно говоря, понимаете, для того, чтобы был конституционный патриотизм, нужно, чтобы существовали реальные железобетонные права конституции гарантированные. Тогда человек этими правами будет гордиться. Я приведу пример из древности. Апостол Павел, знаменитый, один из основателей христианской религии, был, как известно, римским гражданином, и, собственно говоря, некий центурион велел его бить. И тот апостол Павел сказал, «Ты не имеешь права меня бить, я римский гражданин». А центурион ему сказал, «А я купил римское гражданство за большие деньги, а я и родился в нем», сказал апостол. Понимаете, вот эта фраза «Ты не имеешь права меня бить, я римский гражданин», она происходит из чего? Как раз из конституционного патриотизма, из тех прав, которыми обладали граждане Рима. Их мог убить только сам Кесарь, апостол Павел апеллировал, как известно, к его суду. Отсюда возникает и гордость за свои права, за свой статус. Понимаете, поэтому, например, те же самые американцы, они гордятся своим гражданством. Почему? Потому что есть ряд прав, которые американская конституция гарантирует американцу, и поэтому американец горд за свою страну, за свою конституцию, которая защищает его неотъемлемые права. Если наше законодательство, наша конституция будет такой, если гражданин России будет звучать гордо, если за гражданином России будет стоять мощная, справедливая правовая система, армия серьезная, понимаете, серьезная традиция справедливости, то тогда, конечно, конституционный патриотизм возможен. Сейчас мы видим, что наши законы зачастую не действуют, что граждане России зачастую беззащитны перед лицом произвола, перед лицом криминала, и поэтому конституционного патриотизма в сущности и нет. Я иногда думаю, что, быть может, нам по примеру Соединенных Штатов нужен биль о правах, где вот эти вот права железобетонные, неотменяемые, последняя окончательная бумага, как говорил профессор Преображенский, должны быть сформулированы, потому что нам этого сейчас очень не хватает. Сергей Ильич, спасибо, знаете, я, честно говоря, не ожидал, что будет такое количество звонков сегодня в прямой эфир, вот, такое количество интересных вопросов, и ведь если попробовать провести какой-то, подвести какой-то общий знаменатель под содержание разговора нашего сегодня с нашими радиослушателями при ответах на их вопросы, ведь мысль, которая звучала в их выступлении, Конституция хорошая, нет, нет по большому счету претензий к содержанию основного закона, это первое. Второе, конституционный патриотизм, конечно, очень важная тема, это тема, которая не реализуется сама по себе, идея, которая не реализуется сама по себе, конечно, этим нужно заниматься, вы напомнили о том, что я работал когда-то в Новгородской области, я сейчас депутат от этого региона, от Новгородской области, и хочу вам сказать, что при первой возможности, при встречах со студентами, со школьниками, мы говорим в том числе о Конституции, говорим об основном законе, с моей точки зрения это должно быть правилом, и в государственной дыме я смотрю, что эта тема набирает обороты, это должно стать правилом для всех депутатов, в первую очередь, хотя бы в силу того, что это люди, которые реализуют свое полномочие через суверенитет, который согласно статье 3 нашей Конституции, суверенитет, полнота власти у граждан Российской Федерации, у нашего народа, поэтому кто как не депутаты должны рассказывать о содержании Конституции, дальше, что называется факультативно, ваша передача, в которой мы сегодня принимаем участие, это тоже, если хотите, такой небольшой вклад в формирование конституционного патриотизма, и ведь много мероприятий по стране, в Москве в том числе, проходит в течение этого года, 2013 года, посвященного 20-летию Конституции Российской Федерации. Павел, ну вот, мероприятие, наша передача, ну как вы считаете, чего нам не хватает для того, чтобы донести до нового поколения, для молодежи, некие конституционные ценности. Понимаете, не хватает, как это не парадоксально, самих конституционных ценностей. Почему? Мне кажется, замечательный текст Конституции. Даже если мы, как профессионалы, увидим в нем огрехи, или неточности, или недочеты, не лучше ли сделать вид, что их нет, объявить Конституцию стабильной основой, оставить ее, что называется, в неприкосновенности, ну, корректировать, там, четыре или шесть, пять или шесть, не суть важна, но оставить ее дух, ее материю, в неприкосновенности, и суметь наполнить неким содержанием ту нашу реальную жизнь, подвести, если угодно, под конституционный идеал. Вы понимаете, какая проблема, то есть, нынешняя Конституция, это Конституция, почти неограниченной власти президента, и, на самом деле, прав граждан в ней достаточно мало, и это все чувствуют. Мы, конечно, можем игнорировать это на уровне риторики, говорить, что лучше уж такая Конституция, чем никакая, и такой тезис, конечно, имеет право на существование, потому что лучше плохой государственный строй, чем отсутствующий, чем война всех против всех, знаменитая, Гоббсовская, но проблема заключается в том, чтобы люди гордились своей Конституцией, они должны понимать, что Конституция это аргумент, это инструмент, на который можно ссылаться в живой жизни. То есть, когда американец требует, допустим, его арестовывают, он имеет право на звонок один, он ссылается на Конституцию, то есть, это работающий механизм. У нас, к сожалению, Конституция, вот она, эти права, которые она должна дать людям, которыми они бы гордились, она пока их не дает, поэтому Конституционный патриотизм проскальзывает, проваливается. Спасибо. Завершая передачу, хочу поблагодарить моих гостей Сергея Юрьевича Фабричного, депутата Государственной Думы и Павла Вячеславовича Светенкова, политолога и журналиста за беседу. И хотелось бы завершить ее одной цитатой. Конституционные принципы могут корректниться в сердца граждан, уже имеющих хороший опыт демократических институтов и привычку к условиям политической свободы. Так они учатся понимать республику и ее конституцию как достижение. Без исторического. Соднательно сформированного видения патриотические узы, исходящие с конституцией, связанные с ней, не сложатся. Так как эти узы, например, связаны с гордостыми успехами движения за гражданские права. Я хочу поздравить вас с приближающимися юбилеем и пожелать успехов. Спасибо. В эфире программы Револьвер был Игорь Барцис.